Я Мингале Гульсейран, правозащитник президента Всеказахстанского правозащитного центра. И сегодня у нас в гостях юрист, практикующий юрист Карибаев Шаден Шерембекович. Шаден Шерембекович, скажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка в казахском обществе у слепых? Ведь время съезды приближается и, очевидно, страсти накаляются. Здравствуйте. Да, Сара Ахмедовна. Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас организацию съезда некому проводить, потому что полномочия всех органов овокус закончены. В этом случае должны инициативные группы, как при первичной организации общественного объединения, проводить собрание. Но, тем не менее, идет эта кампания. И во многих областях, где председатели филиалов на свое усмотрение честно проводят конференции, там выдвигаются те делегаты, которые, возможно, не поддержат Новорозбаева, как первого лица избрания на съезде. Поэтому Новорозбаева там проводят по несколько раз конференции. Вот Кустанаи отменили, Козларди отменили, Павлодаря отменили. Ну, в общем, кругом. Да, я поддержу вас. Мне звонили из Туркестанской области, из Чемкентской. Они утверждают, что они проводят уже по четыре раза эти собрания, и их все признают незаконными. И им очень трудно вот в такую жару заставлять инвалидов проделывать этот путь снова и снова, только потому, что кому-то не нравятся кандидаты, выбранные этим собранием. И еще есть один момент. Новорозбаев хочет избавиться от своих конкурентов на будущее избрание путем исключения активных членов КОС из членства Казахстанской области Слепого. Если он исключен, значит, он не имеет права быть выдвинутым. По этой причине он самых активных решил исключить и дает задания на местах, в филиалах исключения. Вот, к примеру, город Алмата. Вот на днях исключили, хотели исключить часть инвалидов, там человек 5-6, но исключили двоих, ну, самых активных, кто действительно имеет свои твердые позиции. Вы можете назвать их имена? Вот Руслан Таипов, он работал директором, да, и был хорошим директором производства, наладил. За что его исключили? Его исключили за его позицию, что он начал раскрывать хищения в казахстанской области Слепых разными дозвучными лицами, в том числе и самого Дора Зубаева. А в чем его обвинили-то? Официальная версия какова? Официальная версия, что он вроде бы как работая директором, это в то время никаких претензий не было, и вдруг задним числом претензий появляется, что он там где-то нарушение сделал по финансовому нарушению, которые принесли убытки казахстанской области Слепых, ну, типа этого. Ну, никакого решения суда нет. То есть не подтверждено? Это все голословно, да. Ну, на этом голословном его мнении его исключает членов КОС. А члены КОС проголосовали за исключение Таипова, или это мнение членов КОС не принималось во внимание? Мнение членов КОС не принималось во внимание, потому что Таипова знают, многие пришли узнать и высказаться, что он достаточно активный, его исключать нельзя. Но члены президиума, они просто взяли, начали прятаться, то в одном кабинете, то в другом, стали выставлять охрану, там были даже конфликтные ситуации. В общем, они не захотели слышать мнение народа. Я слышала, что еще и Байтокова тоже исключили из членов КОС. А Байтокова, он вообще в управлении общественного объединения нигде на должностях не был. То есть конкретных обвинений ему выдвинуть невозможно. Конечно, а Байтоков тоже только делал все, что должны делать сами руководящие органы КОС. Он заботился о инвалидах и многое сделал. Я знаю инвалиды, об этом знают. Я видела даже ролик, что там приходило много членов КОСа в его защиту, возражали против его исключения, но тем не менее это решение было утверждено. А у меня еще следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я видела ролик, где у Примжанов был замечен в сексуальных домогательствах, опровержения этому не было. Букинбаев тоже был замечен в аморальном поведении, опровержения тоже не было. Более того, их сняли с должности заместителей. Я вас помнил в аморальном поведении. Здесь речь идет о том, что в действительности, если кто и должен быть исключен, это его ближайшие замы, о которых вы говорите, о их поступках, сам нау-развай должен быть исключен. Ну, во-первых, в уставе сказано, кто нарушает устав или наносит материальный ущерб в своем деле, то он может быть исключен. Вот по замам все ясно, правильно? Но вопрос об их исключении не ставился. Не ставился, потому что такие люди, которые замараны, это удобно для Новорозбаева, они не могут ему возражать и будут исполнять все, что он захочет. Поэтому они не исключаются. Сам нау-развай должен быть исключен, потому что он списал дебиторскую за то, что до моего духа-спутника 100 миллионов киньев. Печетная сумма, хорошая сумма. Такое списание он должен согласовывать со съездом. Без решения съезда такую сумму списать он не может. Значит, он нанес ущерб в укос на сумму 100 миллионов киньев. Тут же в правлении он отчитался, что потратил на суд 100 миллионов киньев. Тоже без разрешения съезда такую сумму потратить он не имел права. Значит, он нанес ущерб еще на 100 миллионов. Это 200 миллионов киньев. Кроме этого, есть уже вступившие в законную силу решения суда и исполнительное производство, что он должен 800 с чем-то тысяч самому КОСУ. И здесь это нанесение ущерба, и он за это должен, что он сколько лет уже этот долг не возмещает, за это он должен был исключен. Ну, согласен требованию устава, вроде как должен. Да, главное, есть основания исключить его, его заместителя, а он вместо этого без всяких причин исключает рядовых людей. Ну, кроме этого, кто критикует его, он их называет ворами, да, и начинает, вот до тех пор, пока его не критиковали, они не воры, никто. Да. А вдруг он по принципу, вот, конечно, сравнение такое, для него это слишком... Ну, я скажу, что вот президент Соединенных Штатов Байден сказал, что президент России Путин вор. Ну, Путин отвечает, кто как называется, а кто как обзывается, тем и называется. То есть, он говорит, что ты сам вор. Да. И по такому же принципу Наурзбаев говорит, раз вы меня тут критикуете, вы сами воры. Но в самом деле, это можно отнести к самому Наурзбаеву. Вот смотрите, приведу вот такой пример. Была продана типография Пазарского общества слепых, да? В начале, до продажи, Наурзбаев, являясь директором этой типографии, передал долгосрочную аренду на 49 лет издательскому дому веков. Бескорыстно для себя. Да, я думаю, что корыстно тут налицо. Он какую-то, видимо, материальную выгоду имел по этой причине. Затем этого оказалось мало. Он уже был инициатором продажи этого объекта издательскому Тумубико, поставил вопрос на президиуме и уговорил членов президиуму продать этот объект. И, кроме того, он был тем, кто подписывал акт передачи этого объекта издательскому дому веков. Ну, хоть за хорошую сумму продали? По стоимости трехкомнатной квартиры продана. А объект стоил около миллиарда тенге. Теперь, когда они все вместе отмечают вот эту сделку, там находится Аубакир, который только что был обратно избран председателем ФОС. Естественно, руководитель Бико Акаев, Наурзбаев, его жена. То есть люди, которые должны были хранить и приумножать имущество ФОС. сделку продажи типографии. И жена Наурзбаева там сказала следующее. Кому это она сказала? Она сказала Аубакирову, который только что вновь избрался, говорит, вот я хочу суперклеем вас склеить в этом кресле, чтобы вы с этим креслом больше не расставались. Да? И они все говорили очень много весного в сторону Аубакирова. А сегодня Аубакиров оказывается самый отрицательный персонаж, да? Но в самом деле она этот суперклей придержала для своего мужа. Сегодня Наурзбаев и ее муж уже закончились полномочия КОС, а он все равно не расстается с этим креслом. Значит, этот суперклей пригодился в другом месте. Вот такая интересная вещь. Как вы считаете, этот клей долго еще будет держаться? Долго еще Наурзбаев будет пребывать в этом кресле? Терпение народа еще не закончилось? По крайней мере, при избрании на съезде еще раз председателя, я думаю, люди поймут, что вновь его избирать не следует. Теперь еще один пример приведу. Вот у меня договор ТО БАРН, где директор Наманова, УПП КОС-1, директор Ибрагимова. Ибрагимова на тот момент директором не была, поэтому договор фальшивый. Кроме того, И о чем этот договор? Этот договор говорит, что украденная жесть, на ней изготавливают продукцию для консервирования. А, крышки для консервирования. Вроде бы для предприятия КОС. Ну, в самом деле ее продают частному предпринимателю Гангадзе. А украдена она почему? У меня здесь все документы есть, и накладные, и объяснительные, и так далее, что в это время директором был Примжанов этого предприятия. Они просто не пустили Примжанова, выгнали и взяли склад, самовольно открыли и оттуда два рулона жести вытащили. То есть украли. А как отреагировал Примжанов? А у Примжанов взял объяснительные, когда уже ему было доступено предприятие, и вот все документы у меня здесь, просто времени нет на этих документов, накладные, все на свете. Но уголовное дело не возбуждало? Уголовное не стали возбуждать, хотя подавались. тоже понятно по какой причине это все не было. Да, конечно. И вот теперь, когда он называет, кто как обзывается, тем и называется, он сам кто. Вот вам и все ответы, что происходит в Казахском обществе слепых. Да, в Казахском обществе слепых происходят очень интересные вещи, и, как я поняла, на сегодняшний день Наурзбаев устранил всех своих значимых конкурентов, и получается, что на съезде будет избран снова он. И я еще добавлю наконец, мы недавно встречались с помощником президента в онлайн режиме. Мы уже говорили не об этих кражах, а более существенных десятков миллиардов по госзакупкам. И помощник президента сказала, у нас есть статья 5 Конституций, где государство не вмешивается в дела общественного объединения, общественное объединение не вмешивается в дела государства. Хотя она прекрасно сама знает, она была министром соцзащиты, знает, что в госзакупках государство выделяет огромные средства на социальные программы и их осваивает общественное объединение инвалидов. Это уже нарушение, допустившее государство вмешалось в общественное объединение государства. О чем тогда говорит помощник? Мне кажется, и я представляю так, что даже помощник президента сегодня не в силу дать указания правоохранительным органам проверить вот это все хищение госзакупок. И ссылаясь на конституцию, которую они сами же давно нарушили, отказывают нам во всем. Да, я знаю в законе об общественных объединениях есть такой пункт, по-моему, седьмая статья, где прямо указывается, что государство не вмешивается в дела общественных объединений, но и наоборот общественное объединение в дела государства. Но, тем не менее, если государство видит, что в общественном объединении совершаются правонарушения, преступления, казнократства, нарушения прав инвалидов, отвечая таким образом, они тем самым прикрывают эти преступления, они разрешают далее проводить эти преступления. Я так думаю, что государство все-таки государство должно пересмотреть эту позицию и преступление, оно всегда преступление в госорганах, оно или в общественных объединениях, а преступления должны пресекаться и государство должно это контролировать и соблюдать, следить за законностью. То есть узаконили хищение тем, что они не проверяют общественное объединение, а которое осваивает государственные деньги. Смотрите и ждите наши следующие передачи. До свидания.